Грузия, которую любят украинцы. Так в Одессе называется фотовыставка, открытая в консульстве этой страны и приуроченная ко Дню Матери. Фотоснимки помогают узнать современную архитектуру горной страны, очароваться несравненными скульптурными работами местных мастеров, влюбиться в уникальную природу Закавказья. Подобная выставка, говорят организаторы, своеобразный жест взаимности в ответ на теплые чувства грузинского народа к Украине. Идея этой фотовыставки рождалась долго, потому что пять последних лет, которые я путешествую по Грузии, они привозили за собой кучу позитивных эмоций и очень-очень много фотографий. Конечно, украинцы любят Грузию, потому что это такой ответ на грузинскую любовь к нам. Хозяева презентации – представители грузинского консульства в Одессе. Уверены, что подобная акция способствует укреплению культурных и дружеских связей между двумя народами Европы. Что касается важности обмена культурой грузинского и украинского народа, мы не можем, наверное, это понять, потому что это всегда было на таком высоком уровне, и что это мы принимаем как само собой разумеющееся, потому что грузинская и украинская культура так переплетены между друг другом, что это мы как-то даже не можем представить по-другому. Почетными гостями выставки стали представители дипломатических корпусов Одессы. Очень понравилась эта выставка. Вы знаете, у меня особое чувство Грузии, поскольку я там работал, я жил почти три года. Когда я смотрю на эти картинки, сразу вспоминаю ту жизнь, которую я провел в городе Тбилиси. Очень красивый город, действительно так. Такое прекрасное мероприятие у Тбилиси, у Грузии, это очень важно и, по-моему, возникает интерес не только дипломату, а все население Одессы. Потому что грузия сосед у Украины, сосед у Румынии. И в этом рамках такое мероприятие, это помогает знать друг другу хорошо. Не менее эти по приняли выставку и одесситы. Работы, которые мы видим, вот здесь вот развешаны, они непосредственно пронизаны буквально, пропитаны любовью, любовью к Грузии, любовью к грузинскому народу. Но что же за встречи в Грузии без песен? Тем более, что презентация выставки приурочена к почитаемому у грузин Дню Матери. А мать, как и Родину, не лишним воспевать при любом подходящем случае. Субтитры создавал DimaTorzok